Президент России Владимир Путин продлил действие федеральной программы формирования комфортной городской среды до 2030 года. Именно это позволит новосибирцам 15 марта проголосовать за новую территорию благоустройства. Вообще же, за последние шесть лет действия этого проекта в нашем городе был создан новый дисперсный парк на Задулинке и значительно преобразились Михайловская набережная, Зайльцовский парк и Монумент Славы. Напомним, федеральная программа «Комфортная городская среда» стартовала шесть лет назад по инициативе президента Российской Федерации. По итогам рейтингового голосования в марте 2018 года новосибирцы определили 10 зеленых территорий, подлежащих реновации. Возглавил этот список монумент славы. Его преображение началось накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Также при поддержке федерального бюджета в городе обновили Зайльцовский парк, создали новый дисперсный парк на Задулинке. В настоящее время работы идут в парке Каменка, на очереди парк Иня и Инюшинский бор. Но все же началось масштабное благоустройство общественных пространств Новосибирска с Михайловской набережной. Реконструкция набережной началась чуть раньше, чем проект комфортной городской среды стартовал в Новосибирске. Начали ее благоустраивать в 2017 году. Началось все с части сценической площадки, основное место притяжения, и с нижнего променада. То, что на тот момент было запланировано. Позднее территория парка была увеличена. В порядок ее приводили в несколько этапов. В 2018 году уже в рамках комфортной городской среды проекта было продолжено благоустройство парка. В благоустройство подверглась уже средняя часть променада, и вот эта вот часть, которая от Октябрьского моста и до городского музея. У нас получились комфортные, удобные дорожки. У нас они в брусчатке, у нас они в плитке, замечательный нижний променад, по которому любят гулять наши горожане и гости города. У нас здесь есть проекты озеленения, естественно. У нас появились яблони, новые деревья, насаждения. У нас появились цветники. Средний променад в парке, вот от моста Октябрьского до городского музея, большие цветники. При этом набережная пользуется популярностью у новосибирцев и зимой. Здесь можно покататься на коньках и лыжах, заняться скандинавской ходьбой и не только. Виды занятости разные. Бег круглогодичный и зимой, и летом никто не у нас занимается, и в Сибири этого не боятся. Наш традиционный аттракцион «Ледовый городок» с удовольствием встречает. Уже несколько лет подряд мы делаем каток. В прошлом году мы сделали его самым длинным, поставили рекорд России и мира. Самый длинный, естественно, заливной каток был километр 300. По обновленной набережной приятно и просто прогуляться, признаются сибиряки. А что нравится здесь больше всего? А вы знаете, все. Я лично реку очень люблю. Просто послушать, как вода журчит. Ну, Ледово мы приезжаем, катаемся на самокатах. Это очень нам нравится. Зимой мы катаемся на ледяных горках. Каток еще не испробовали. Ну, испробуем? Не знаю, наверное. Напомним, этой весной новосибирцы смогут выбрать еще одну общественную территорию для реновации в 2025 году. За предпочтение горожан будут соревноваться скверы Зыряновский и имени Калинина, парк имени Кирова, Ельцовский парк, озеро Безымянное, парк Сосновый бор, общественная территория на улице Савы Кожевникова и набережная в микрорайоне Абгез. Электронное голосование пройдет на портале 54.городсреда.ру с 15 марта по 30 апреля.